Республиканский тир комплексной спортивной школы. Звуки выстрелов здесь практически не смолкают. Профессиональные спортсмены оттачивают свое мастерство по пылевой стрельбе. Ежедневные тренировки не проходят даром. Наши ребята показывают достойные результаты на региональных и всероссийских соревнованиях. Вот буквально на прошлой неделе у нас прошли средства в городе Саярске. На них спортсмены показали неплохие результаты. У нас наконечник Филипп занял второе место в упражнении. Подтвердив свое звание, он является кандидатом в мастера спорта. Стрелковый спорт активное развитие в Хакасии получил в 2013 году. Тогда на базе комплексной спортивной школы Абакан открылась секция по пулевой стрельбе. Возрождать некогда популярный вид спорта не побоялся выпускник училища Олимпийского резерва Виктор Кульпин. Сегодня под его началом тренируются 36 ребят, средний возраст которых от 10 до 16 лет. И двери фира открыты для всех желающих. Я, во-первых, смотрю физподготовку и характер спортсмена. То есть более такой подходящий, спокойный характер. Это флегматик. Для парней это защитники нашей родины. Каждый парень идет в армию потом, где он может показать свои навыки. Однако стрелковый спорт выбирают не только мужчины. В тир с удовольствием приходят и представительницы прекрасного пола. Арина Нестерова тренирует свои морально-волевые качества вот уже 4 года. На глазах специальные стрелковые очки, а в руках пневматический пистолет, в механизмах которого девушка разбирается не хуже, чем в дамских штучках. Это ШТЕР ЛП-10. Это его баллон, с помощью чего он и стреляет. В заводной механизм вставляется пулька, в отверстие взводится и на спусковой крючок он нажимается и стреляет. А в десятку, ну, по-разному. Стараюсь, чтобы все 10 выстрелов были так, как надо, но еще не все в совершенстве. Профессиональные спортсмены в течение тренировки нисходят с позиции по несколько часов, а еще регулярные занятия в бассейне, на беговой дорожке и в тренажерном зале. Так стрелковый спорт воспитывает выносливость и координацию. Иван Кинников, Владислав Пустовойт, РТС.